приветствую всех любителей мобильных игр на связи нибиру и мы смотрим новую стратегию под названием king of wonders тут у нас стратегия с очень очень крутой рисовкой сейчас идет закрытый бета-тест разработчики обещают новые элементы давайте смотреть так ли это увидим ли мы какой-то новый геймплей или какие-то новые фишки рисовка персонажей очень классно прям в самом начале игры нас встречает это я так понимаю местная гача я же правильно понимаю да я правильно понимаю и на выбор дают нам трех героев тирания люминос и фламан я чисто ориентируясь по внешке возьму фламана он воин если смотреть в левую часть экрана вы увидите это скорее всего танк это маг и воин я беру воина появился фламан хорошо наше войско непонятно откуда взявшиеся ну да ладно так и говорим им идти управление прямое а бой сам ну бой идет как в обычных стратегиях подобного рода то есть мы направляем войска в какую-то клетку происходит бой и нам потом присылают отчет туда же по моему отчета не прислали ладно давайте дальше смотреть что будет пока я ничего нового кроме хорошей рисовки не вижу так наступают со всех сторон а нет не наступает так и нам присоединились ладно сложно пока что-то разумное поймете дальше будем играть направляем наш отряд на войско противника ну и сейчас опять ничего не увидим да да видите мы по сути не управляем никак боем идет полностью автоматическом режиме единственное что мы наблюдаем это здоровье юнитов ну и у нас наш воин по моему вообще на расслабоне всех там как называется шатал все закончили блин слушайте игра тут и будет вечно сводиться к тому что вот так вот будем атаковать и все они мнение мы сейчас на корабль и спасемся с этого острова что такое что такое управление очень странно и ну ладно и тут я думал на суше только опас нет на воде тоже так ладно плывем а чё надо делать-то а ускорялку можно врубать это ускорялка оказывается было сражаемся с другим судном я ничего да не могу сделать по сути скиллы не работают как таковые miracle так хорошо что сейчас будет выбрать fire zen то есть огненную огненный песок как место возрождения вашей цивилизации смотрите можно выбрать разные места силкан утопия давайте утопию выберу все окей пропускаем ролик ну графика конечно хорошие тут ничего не скажешь но по геймплею это пока обычная вот реально обычная стратежка да тут они очень много добавили визуальных эффектов так чтобы она прям действительно оказалась красивой в нее хотелось играть но по внутренностям вот как я вижу это самая обычная стратежка где мы отстраиваем фермы всякие поля ждем потом по три месяца чтобы они про апгрейдились и так далее и мне почему-то кажется что здесь мало чем мы увидим нового но может быть я и ошибаюсь посмотрим видите ваше имя хорошо давайте ввиду мое имя не дают не ввести мое имя хорошо давайте в виду что-нибудь другое варьер пойдет варьер пойдет отлично задание ресурсы дают есть сюжет но в подобных играх сюжет это явление часто они привлекают вот именно рисовкой тут реально разработчики мне кажется заморочились над хорошей командой дизайнеров художников и это основная фишка игры не какие-то инновации в жанре а именно рисовка если с этой позиции смотри да обратите внимание то же самое построили что-то добывающие и вперед соберите ресурсы все то же самое но красивая графика хорошо нарисованные персонажи ходят люди тоже не во всех стратегиях есть ну то есть какой-то элемент взаимодействие интерактивности присутствует больше чем в других играх да но я говорю ничего нового я пока не вижу строим бараки готово появился отряд противников так что мы делаем с отрядом противников крутки ребят крутки пять раз крутим и призываем но я говорю рисовка очень классно круг пятизвездочный лего кстати скорее все так хорошо что надо сделать так варьер у нас есть выбираем к рука правильно к нему так что что такое они сейчас вдвоем будет сражаться против ну скорее всего откуда появился отряд целый но опять же бой происходит так как мы уже видели то есть управлять мы тут ничем к сожалению не сможем насколько я знаю вот последние игры подобного плана там везде было сюжетная отдельная кампания где бой реально был как в различных гачах рпг то есть там где мы реально в пошаговом режиме могли хотя бы ультовать и все такое здесь скорее всего такое тоже будет так что теперь ну хорошо они стоят так письмо горит 20 чего-то нам дали а какие-то настройки есть вот да есть quality medium стоит давайте на хай поставим а только через так а если поставить фпс фпс можно поставить если хай ставит у надо перезапускать игру этого мы делать не будем и как вы видите язык английский только так но да она поживее еще стала идти если фпс и поставить так давайте будем это мечники или кто это ну не понял они как бы автоматами производится ну скорее всего ладно это что такое а это лог событий журнал вот тут можно посмотреть историю битв апгрейд карьер до третьего уровня хорошо давайте апгрейд им для этого свитки используем короче сейчас все нормально можно зажать все нет опять чё ты не ну quick location а идем на следующую группу противников так подождите они да они с базы постоянно бегут не по графике то есть если она добротно сделано по крайней мере не хуже чем другие игры подобного рода то слушайте это приятно играть когда игра вот так вот нарисована с хорошим графеном почему нет я знаю что он достаточно много фанатов вот таких вот игр но как правило подобного рода игры они всегда упираются очень жестко в донат потому что поначалу то все нормально а потом когда на апгрейд чего-то вам надо будет там несколько дней то донат начнет очень сильно решать когда с помощью доната вы можете время это либо полностью минусовать и сразу апгрейдить либо же там прям в два раза в три раза поэтому донат в таких играх это явление вполне необычно да смотрите то есть тут как мы все видим знаем различные уровни здания или базы других игроков монстры да ребят здесь это обычная стратегия но повторюсь крутой анимации и крутым визуалом так давайте посмотрим вообще что здесь за герои есть их много нет ну не так уж чтобы их много а это все герои а и из фламанов понятно это одна фракция люминус это 2 а тут вообще только 3 вот такой вот дракон и тирания тоже три героя короче героев на збт очень мало может потом будут добавлять я скажу так для тех кто ищет стратегию мобильную стратегию без каких-либо ношеств но при с приятным меню с хорошей рисовкой то это вот а то что возможно стоит посмотреть и хотя бы на несколько дней в ней остаться а в зависимости от доната уже потом решать стоит ли дальше не серьезно играть или нет ссылочка ребят на а пока файл будет в описании к стриму как обычно сейчас идет збт он может в любой день закончится поэтому кто хочет тоже посмотреть пощупать игру сам пожалуйста скачивайте как можно быстрее устанавливайте я тестил на ld плеере тормозить жестко поэтому мой вам совет играйте на блюстаке на блюстаке вы видите как она идет в принципе адекватно и намного быстрее чем на ld плеере кому понравился видосик жмем лайк не забываем подписаться на канал на телеграм зайти к нам в дискорд и вообще проявлять активность всем всего хорошего ребят выпадение вам только лег и всяческого успеха во всех играх ну а мы с вами увидимся на следующем видео или на стриме всем пока